Есть ли у Кадырова страх потерять власть на Чеченской Республике? Я думаю, это самый главный страх в жизни Кадырова сегодня. И Кадырова, и Путина, и Лукашенко. Саламу алейкум, Тумсо. Видел на канале Немагия, лайф, обзор Кадырова и новые газеты. Жду, когда ахматовцы попробуют заставить этих ребят извиниться. Витамин Д принимаешь, брат, шайтану, академику, шалом. Дудаев это первый президент свободной Чечении после длительного периода оккупации. Дудаев это человек, который соответствовал всем чаяниям нашего народа. Саламу алейкум. Ты говоришь, что преступление надо предавать огласке. Но почему ты не предал огласке? Дело человека, который слил тебе видео с Исламом Кадыровым. А что подразумевается, не предал огласке? Его данные, его имя, где он находится. Если о таких данных идет речь, то, разумеется, такие данные могут быть обнародованы только с дозволения самого человека. Я не могу подобные вещи делать без его согласия. А вот почему он не захотел? Ну, потому что он считает, что, наверное, не находится в безопасности. Не уверен он за свою безопасность, чтобы, наверное, выходить вот так вот с открытым забралом против этой системы. Я так думаю. Поэтому, наверное, человек как бы не стал рисковать. А так, в целом, как бы ситуация, она освещена. То есть, я же сказал, что эту информацию мне передал какой-то человек. То есть, не сам я ее где-то раздобыл. А есть человек, которому мы все должны быть благодарны за то, что эта информация стала достоянием общественности. Если бы не он, мы бы этого не увидели. Мы, конечно, все это знали, но мы бы этого никогда не увидели. И то, что мы это увидели, это целиком и полностью его заслуга. Но вот кто он, где он сейчас находится, в каком он положении находится, мне это известно. Я, конечно, это знаю. Но без его согласия я не могу об этом говорить. Салам алейкум из Кыргызстана. Ты муджаид современный, ты смелый. Как ты относишься к Эрдогану? Ва алейкум асалам. К Эрдогану я отношусь хорошо, наверное. Но это не значит, что я не замечаю его какие-то там ошибки, какие-то изъяны. Они у него, безусловно, есть. Некоторые вещи очень даже как бы возмущают. Но я, наверное, нахожу ему в ходе вопроса какое-то оправдание. Я считаю, что в целом в нем блага больше, чем вреда в этом человеке. Я думаю, он позитивный персонаж в исламской истории. Скажем так, в целом, если мы возьмем мусульманские страны сегодняшние и оценим других лидеров, я думаю, что он вошел в историю как позитивный человек. Если, конечно, далее он не запорит что-то очень нехорошее. К сожалению, бывают такие моменты, когда человек вроде как нормально идет, идет, а потом делает что-то такое, после чего уже хорошо о нем говорить не приходится. Ну, это соответствует хадису посланника Аллаха, мир ему и бусыни Аллаха, что человек может всю жизнь совершать деяние обитателей рая, и когда ему до рая останется расстояние с локоть, он окажется в аду. И также человек может всю жизнь совершать деяние обитателей ада, но когда до ада ему останется расстояние с один локоть, он окажется в раю. Поэтому никто как бы не застрахован. Ну и плюс, знаете, еще есть такая тенденция, когда некоторые лидеры или страны правительства, они используют вот этот вот фактор исламский, когда им выгодно. Но как только заканчивается выгода, они начинают вот эту другую риторику. Это ни в коем случае не относится к Эрдогану, я просто как бы предостережение об этом говорю. Когда-то этот тюрк начинал тоже с типично такими чисто исламскими лозунгами. Он начинал деоккупацию Турции под лозунгом священного джихада на пути Аллаха. Он вот так призывал людей к борьбе против Антанты, к деоккупации своей родины. Но как только он достиг своей цели и оккупанты были изданы, он ударился в какой-то вообще крайний секуляризм, просто стал враждовать, можно сказать, с исламом и со всем, что связано с нашей религией. То же самое мы видим сейчас в Азербайджане. Когда нужно было проливать кровь и освобождать Карабах, лозунги были такие исламские. Говорили о джихаде, погибших называли шахидами. Но как только Карабах освободили, в парламенте вот сейчас был принят законопроект, который запрещает религиозные праздники и подобные вещи. Пытаются как-то ограничить религиозную свободу людей. Такие вот вещи происходят и исторически это постоянно повторяется. Мы видим, как люди, когда им нужно, когда им выгодно править или правительство используют исламский фактор. Как только они достигают своих целей, они моментально скидывают себе эту религиозную маску и начинают откровенно враждовать с религией, с религиозными людьми. Поэтому это как предостережение, просто я говорю. Я не думаю, конечно, что Эрдогана это постигнет, но тем не менее, я считаю, что от этого нужно осерегаться. И об этом нужно говорить. Томсо, неуважительно называть живых людей персонажами. Персонаж это вымышленное литературное лицо, считается, говори персона хотя бы. Я вот перед тем, как это сказать, тоже как-то подумал, это корректно ли я высказываю или нет. Потом что-то раз-раз в голове выстроил какие-то моменты, там где я подобное слышал и подумал, что в принципе, по-моему, это применимо. И сказал, и сейчас вот ты меня поправил или поправила, возможно, ты права, и мне стоило, наверное, подобрать другое слово. К сожалению, такое бывает, когда ты говоришь, и такой, в какой-то момент тебе, ты можешь принять неправильное решение и что-то не так сказать. Такое бывает. Но я ни в коем случае никак не хотел, конечно же, задеть Эрдогана. Я к нему отношусь уважительно. Ваня, Тумсо, какие топ-5 достижений Эрдогана можно признать для исламской уммы, а Дудаева для Чечни? Каковы его топ-5 его достижений? Просто хочется иметь четкие представления о заслугах этих людей. У Эрдогана, его заслуги перед Турцией, это лучше, наверное, пускай и турки об этом будут говорить. Если же ты ставишь вопрос об исламской умме, то для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо подготовиться, посмотреть, что из того, что он сделал, можно считать достижениями и так далее. А я скажу, что то, что он ведет политику и как он вывел вообще в Турцию на новый уровень, на глобальной политической арене, это заслуживает уважения. Турция сегодня страна, с которой считаются мировые державы, вынуждены с ней считаться. Поэтому, ну, я считаю, что это очень круто. Период его правления для мусульман Турции пришелся неким облегчением, не заметить это нельзя. Что касается Дудаева, опять-таки, здесь, я так понимаю, вопрос стоит для Чечни. Дудаев это первый президент свободной Чечни после длительного периода оккупации. Дудаев это человек, который соответствовал всем чаяниям нашего народа. Это был наш президент, которого мы любили и который любил нас. Это был тот президент, за которого мы делали дуа, просили Аллаха, и он делал дуа за нас. Это вот тот самый правитель, про которого говорил посланник Аллаха, что хорошие правители, это те, за кого вы делаете дуа, и которые делают дуа за вас. Поэтому, опять-таки, если сейчас ходить там по каким-то точечным моментам, под Вудаеву, конечно, я лучше ориентируюсь, я могу там называть так, что он там убрал таможенные пошлины, поднял, начал поднимать экономику республики, что, в принципе, там народ очень сильно консолидировал и так далее. Но это все будут такие детали, опять-таки, которым лучше всего, наверное, к таким вопросам подготавливаться и делать какие-то отдельные материалы. Саламу алейкум, Тумсо. Видел на канале Немагия, лайф, обзор Кадырова и новые газеты. Жду, когда ахматовцы попробуют заставить этих ребят извиниться. Витамин D принимаешь, брат, шайтану, академику? Шалом. Витамин D принимаю стабильно. Это ролик на канале Немагия, я его видел. И если бы я его не досмотрел до конца, я бы, наверное, даже поделился этим роликом. Но там в конце они позволили себе некие, можно сказать, богохульские такие высказывания, из-за которых я не поделился этим роликом. Так, в целом, если бы они остановились чисто на критике Кадырова и на всей этой теме, это было бы нормально. Но вот уже вот эти переходы на какие-то, на какой-то стеб над Господом миров, над религией, эти вещи, конечно, недопустим. Тумсо, как думаешь, у Кадырова есть страх потерять власть над Чеченской республикой? Тебе не кажется, что единственное спасение Кадырова – это монархическое правление рода Кадырова в Чечне? Есть ли у Кадырова страх потерять власть над Чеченской республикой? Я думаю, это самый главный страх в жизни Кадырова сегодня. И Кадырова, и Путина, и Лукашенко, и всех подобных им тиранов. Конечно, есть. Это единственное, что они, наверное, больше всего боятся в этом мире. Конечно. А не кажется ли мне, что единственным спасением Кадырова является монархическое правление рода Кадырова в Чечне? Единственным спасением Кадырова является нахождение у власти Путина или преемника Путина, который будет в отношении Кадырова иметь такие же взгляды. Вот что является его спасением. Тумсо, как ты считаешь, существует ли на самом деле терроризм, настоящий, или это все проделки правительства той или иной страны на территории, в которой происходят события? Существует ли на самом деле терроризм? Конечно, существует. Настоящий терроризм. Но этот настоящий терроризм, он может быть государственным, он может быть от имени каких-то организаций или отдельных лиц даже. Но сам по себе терроризм, конечно, существует. Саламу алейкум 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 алейкум. Чем отличается суфизм в Дагестане и в Чечне, который выгоден РФ? Хотя мне кажется, что обе стороны друг друга недолюбливают. В чем проблема? Ну, суфизм тоже неоднородный. Он разный. И суфизм делится на различные тарикаты. Это некие суфистские ордены. Назовем их так. Итак, внутри уже этого ордена, вот этого тариката, там тоже есть свои дробления, там тоже они далеко не однородны. И если коротко отвечать на вопрос, чем отличается суфизм в Дагестане от суфизма в Чечне, то в большинстве своем в Дагестане распространены два тариката, два ордена, так скажем, суфийских. Это Накшобандийский и Шазалийский, они схожи друг с другом, эти два тариката. А в Чечне, в Чечне тоже распространен Накшобандийский, но в основном распространен Кадарийский. Вот это вот как бы их разница этих суфийских направлений. И они, да, они друг друга недолюбливают, на самом деле у них там внутри тоже есть терки, но это подобно, знаете, тому, как вот не любя друг друга, при этом они, конечно же, в легкую объединяются против представителей Аглю Сунна. То есть в ненависти к Аглю Сунна они едины. Но между собой у них, конечно, тоже есть терки. Но они готовы забыть эти свои внутренние терки, когда им нужно объединиться против представителей Аглю Сунна. Субтитры создавал DimaTorzok